привет друзья аккорд а аккордом а я чаще всего проверяют подходит ли гитара подходит ли разброс струн гитаре для моей руки сожалению у меня рука не музыкальная как написал один доброжелатель на моем канале да твоими руками надо в шахте работать они на гитаре играть ну что поделаешь шахтеры видно тоже иногда хотят поиграть на гитаре своими руками и они испытывают очень большие неудобства поскольку все гитары стандартные выходят с шириной грифа плюс-минус 43 миллиметра и что-то с этим поделать не очень получается есть классические гитары там разбор струн намного больше но они не так звучат это совсем другой разговор совсем другие гитары есть некоторые производители которые выпускают гитара с расширенным грифом с расширенным разбросом струн насколько я знаю сигл гитарс это очень хорошие гитары очень комфортная игра расширенный разброс струн гриф сам пошире а что же делать таким шахтером как я которым и гитара только иногда поиграть в свое удовольствие где-то с друзьями у костра и инвестировать большие деньги в хорошую дорогую гитару как бы нету смысла что же делать таким есть несколько хитростей на что обратить внимание когда вы выбираете себе гитару ширина грифа как я уже говорил 43 миллиметра с этим уже ничего не поделаешь но есть маленькая хитрость лады чем больше рабочая поверхность водов на гитаре тем больше вероятность что разброс струн получится нормальные при замене верхнего порожка это самая лучшая альтернатива поменять порожек если у вас руки растут из правильного места можно самому если нет я думаю у мастера это тоже не будет стоить очень больших денег и вы сможете получить гитару на которой вам будет комфортно играть я в своем видео кинул фотографии какие лады подходят для этого и какие не подходят эта гитара у меня разброс струн увеличен к сожалению она не очень подходит для этого дела поскольку края края ладов очень сильно скошены и при нажатии струны она уже соскакивает соскальзывает с лада и это уже будет она бузить на следующем ладу или она просто будет заглушаться так что обратите внимание если гриф имеет декоративную полосочку по краям это чаще всего лады на такой гитаре будут намного короче чем у гитар где нет этих декоративных полосочек одним словом выбирайте лады у которых скос под более крутым углом не пологий а под под прямым углом чем прямее угол тем тем будет легче сделать разброс струн и струны будут звучать но есть еще один момент нельзя увлекаться разбросом струн слишком сильно поскольку если вы играете как профессионал гитары касаетесь только пальцами которыми играете и не касаетесь ладонью грифа то все будет вроде как и нормально но если у вас как я говорил пальцы коротенькие толстенькие вы хотите того или нет вы будете иногда касаться грифа ладонью и это уже будет заглушать нижнюю струну если разброс струн слишком большой в нижнюю сторону посмотрите просто приложил и нижняя струна уже не звучит и например даже аккорд С если вы берете вроде правильно все нормально он звучит но ладонь уже глушит нижнюю струну так что во всем нужна мера обратите внимание дальше в моем видео я вкину фотографии схемы как выглядят лады которые подходят для расширения разброса струн которые не подходят вкину какие-то схемы как это выглядит схематически вкину как выглядят оригинальные порожки и порожки с расширенным расширенным разбросом струн если есть какие-то вопросы я с удовольствием отвечу на них что же хороших покупок комфортных вам гитара удачи всем и вон вон Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok